Инженерная инфраструктура в поселке Многодетных на улице Нижегородской полностью готова. Транспортную завершат к концу года. Владимир Еминцев рассказал депутатам о том, какие объекты капитального строительства выполнены в этом году, а какие готовятся к сдаче. Так завершена реконструкция общежития на Менделеево-54. Введение здания в эксплуатацию позволило разгрузить очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий. Полностью закончена реконструкция лыжной базы. С опережением графика возводится школа на улице Зорге. А вот с благоустройством набережной в районе Маслихинского моста не все так гладко. Все в курсе, с какими трудностями приходится встречаться, потому что мы это постоянно указываем и так далее. Подрядчик пришел из Смоленска, но не готовый к таким видам работ не только по своему техническому персоналу, но и по квалификации и по финансовому состоянию. Поэтому очень сложный объект дается. Большая часть работы выполнена. Стались лестничные сходы, без которых объект не сдашь. Завершается реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод. Объект ремонтирует на средства, выделенные по программе «Чистая Волга». По ней же идет реконструкция канализационных очистных сооружений. Работа рассчитана на три года. Объект находится под контролем губернатора и министерства ЖКХ. В этом году мы решили начать благоустройство бульвара 15-го микрорайона. Проект давно, потребности в данном объекте, они налицо, потому что еще когда садик построили 8-й, было понятно, что подходов к данному объекту с трех сторон нет. По словам Владимира Еминцева, объект будет готов к сдаче, как только закончит устанавливать осветительные опоры. В следующем году планируют начать строительство дорог на Чапаево к новой поликлинике Негина, реконструировать стадион 7-й школы и благоустроить детский парк на Сосино. На ремонт дорог в следующем году планируют выделить 27 миллионов. Однако, как отметили депутаты, этих денег мало. Обсуждение бюджета продолжит 1 декабря. Канал 16 будет вести прямую трансляцию с заседания в своих группах в социальных сетях и в Ютубе. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.